Что мне нужно сделать, чтобы правильно включиться в работу? Ребят, самое важное это принять решение. Чтобы включить человека в работу или включиться самому, необходимо принять решение. Прими решение. Прими решение изменить свою жизнь. Но для этого остановись. Люди очень сильно похожи на беговых лошадей, жрецов. Вот когда скачки идут, что общего у всех лошадей, что на них одета у всех? Вот здесь вот. Шоры. Для чего? Чтобы лошадка не отвлекалась и не смотрела по сторонам. А бежала туда, куда ее направили. Сказали, бежим, товарищи. Значит, все бежим, товарищи. Куда бежим, зачем бежим, никто особо бошкой не думает. Когда ты подходишь сегодня к студенту и задаешь вопрос. Ну вот, сидит перед тобой группа студентов. И задаешь вопрос. Ребят, кто учится? Все подняли руки. Говоришь, ну зачем? Вы не представляете, это в психологии называется коллапс. Коллапс в голове транс, возникающий благодаря коллапсу. Они даже не могут себе задуматься над вопросом, что им зачем учиться? Никто никогда себе этот вопрос даже не задает. Как зачем? Надо. Мне же так сказали с детства. Учись, сынок, хорошо. Будешь плохо учиться, в институт не поступишь. В институт не поступишь, работу не найдешь. Ага, правда? А кто сказал, что мне работу-то искать надо? Откуда это достоверно известно? Давайте мы лучше начнем учить другому. Посмотрите дети налево и направо. Кто ездит на дорогих машинах? Упс, предприниматели. Кто покупает квартиры своим детям? Кто детям дает образование за границей? Предприниматели. Кто путешествует пять раз в году? Менеджер среднего звена? Нет, предприниматели. Давайте посмотрим, большинство этих предпринимателей образования-то не столь важно для того, чтобы они стали предпринимателями. Сколько важно в один прекрасный момент остановиться и задать себе вопрос. Кто я? Не с точки зрения Вася Петрулькина. Нет, кто я сегодня? Как я живу? Правда ли мне это все нравится? Как бы я хотел жить? Что я хочу получить от жизни? И теперь самый главный вопрос. То, что я сегодня делаю. Если я продолжу это делать каждый день, что-то в моей жизни изменится? У нас люди иногда, не задумываясь, бегут вперед. И для того, чтобы стартовать правильно в бизнесе, чтобы включиться на все сто, нужно остановиться, перестать бежать и ответить себе на простой вопрос. Кто я? Что я сегодня имею? Как я живу? Нравится ли мне все это? Только не обманывайте себя. Мне нравится моя Лада Приора. Это вам не Калина. Мерседес-то говно. Приора. Я патриот. Правда? А ты пробовал? Ты пробовал проехаться на хорошем Мерседесе? Мне нравится Геленджик. Ты хотя бы в Турцию разок съездил. Турция тебе дана? Правда? Один раз в году? А ты попробуй один год съездить, четыре раза отдохнуть. Мальдивы, Доминикана, США съездили. Вообще потрясающе. Съезди по Европе, покатайся. Ах, ты об этом даже не думал. Ты думал о том, о чем ты думал. Ни о чем. Чаще всего люди не думают. Они бегут просто так. Чтобы задуматься, нужно остановиться. Перестать бежать. Бежать ты успеешь завтра, послезавтра. Синицу ты уже один раз поймал. Выкинь ее. Попробуй журавля поймать. Вдруг получится. А если не получится, вернешься и поймаешь синицу. Это птица твоего полета. Ты уже научился летать на высоте синицы. Научись летать выше. И если ты примешь решение, что твоя жизнь тебе сегодняшняя не нравится, что ты хочешь жить лучше, если ты себе поставишь яркие цели и примешь решение по-настоящему. Я хочу этого добиться. Я хочу так жить. Я хочу изменить свою жизнь. И начнешь для этого что-то делать каждый день. Потихоньку, потихоньку. У тебя все получится. Как включиться в работу? Начать думать. А однажды Билл Гейт сказал потрясающие слова. Хватит жить так, как будто бы вам осталось впереди еще 500 лет. Не 500. Мама, мы все стареем, спел Паша Войлер. Потрясающая песня. Очень правдивая. Вам сегодня 20, 30, 40. Вам 30. Когда было 20? Вчера. И 30. Вам сегодня 40. Когда было 30? Вчера. А 20? Вчера еще несколько часов. Время вот так погибает. Бум. Чем старше, тем быстрее. 20, 30, 40, 50, 60. Пенсия смерти. Нормально. Как у всех. Но если ты не хочешь, как у всех, остановись и начни менять именно сегодня. Чтобы когда тебе будет завтра 25, 30, 5, 45, без занято, сколько лет? Ты скажешь, я молодец. Я все сделал правильно. Я изменил свою жизнь. Я не понимаю людей, которые говорят, я не могу себя заставить работать. У меня не получат. Я слишком ленивый. Я не верю. Скажи мне, пожалуйста, вот если тебя выбросить в воду 10 километров от берега, ты никогда в жизни не плавал 10 километров. Ты не знаешь, проплывешь ты их или не проплывешь. Но у тебя... Вот случился факт. Выбросили в воду. Что будешь делать? Плыть. Будешь ли ты кричать, ой, что-то мне лень сегодня плыть. Нет. Я не уверен, что я смогу доплыть, и поэтому я не буду плыть. Нет. Ты будешь плыть. Потому что твоя жизнь это цена вопроса и ты будешь грести до тех пор, пока либо не доплывешь, либо не утонешь. Ты не будешь думать ни о еде, ни о сне, ни о сексе, ни о чем. Кроме об одном. Плыть, пока не доплывешь. Это решение. Решение жить. Цена вопроса – жизнь. Хочешь добиться успеха в бизнесе, как стартовать? Прими решение, и все у тебя получится. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова